Водитель грузовой машины не признался, откуда строительный мусор. Весь кузов забит мешками, однозначно все эти отходы со стройки. А вот приехал он на Соболевку, решив, что именно здесь свалка. Более того, у него даже не было водительских прав. В ходе рядовых мероприятий на территории города Сочи был выявлен факт незаконной организации сихиной свалки. Гражданин города Сочи на Камазе вывозил промышленные отходы. Данный гражданин будет привлечен к административной, к уголовной ответственности. Люди жалуются. Утром подобные свалки можно обнаружить в районе аллеи Челтенхема, Новороссийского шоссе и в других местах, которые должны сверкать чистотой. Данные мероприятия проводятся совместно с сотрудниками полиции, департамента городского хозяйства и ООО САХ по уборке города. Данные мероприятия будут проводиться на постоянной основе до искоренения незаконных свалок на территории города. В городе, кроме спецавтохозяйства, вывозом мусора занимаются небольшие частные фирмы, которые часто устанавливают небольшой тариф, но при этом нарушают экологические нормы, принятые на курорте. Весь мусор должен доставляться на мусоросортировочный завод, потом уже вывозиться, но в виде спрессованных брикетов. Об этом говорили на совещании в городской администрации. Не сортируют мусор. Вот из-за этого создаются неравные условия с САХом. У САХа это все в тарифе, и он высокий, тарифы населения не хочет с ними заключать договор. А эти демпингуют, потому что они не выполняют генеральную схему, не выполняют требования Росприводнадзора. Вот с этим, Анатолий Николаевич, складываются неравные условия с САХом. Таким фирмам, которые наживаются, загрязняя курорт в городе, не место, уверен мэр. Если вы не можете выполнить обязательства наши и нарушаете при этом схему утилизации отходов, вам надо отказаться от этого. Понимаете? Вам надо отказаться. Вы нарушаете, вы заходите, то есть есть обязательства, есть закон, есть постановление главы, вам зачитали его, вы с ним ознакомлены. Но если вы его нарушаете, что происходит в этом деле? А сочинцев просит о всех случаях несанкционированного вывоза мусора в черте города сообщать по телефону к горячей линии. Ее номер 260-85-91, добавочный 3. Елена Овсецна, Михаил Дубинин, Владимир Киселев, телекомпания ФКТ. Елена Овсецна, Михаил Дубинин, Владимир Киселев, телекомпания ФКТ.